Шанс. Там-де-ты. Слотс-Сити. Люди! Люди! Привет, друзья, я Александр Преподобный. Знаете, что это? Главное, чтобы сейчас прилётов не было. Это блестящая победа русского оружия. Ещё один великий подвиг простого русского солдата. Я бы даже сказал, триумф великой армии. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области даёт военно-тактическое преимущество вооружённым силам России. Кого цитируете? Я – временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Несколько сотен простых, крепких русских мужиков героически взяли и утопили пару тысяч мирных домов в Херсонской области. И даже этого не скрывают. Теперь, что касается истории Каховской ГЭС. Во-первых, здесь прозвучало слово «преступление». Знаете, ведь это не уникальная история. И во время Великой Отечественной войны у нас подрывали плотину Истринского водохранилища. Куйбышевскими оно тогда называлось. Это что, было преступление? Нет, никаким преступлением это не было. Это было выгодно советской Красной армии. И более того, люди, которые отправили на дно десятки городов и оставили без воды и урожая сотни тысяч человек непонятно на сколько лет, предлагают быть осторожнее с плотинами? Нет, они предлагают взрывать дальше. Ну, раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада, к Киевской ГЭС. Там прекрасное водохранилище. Так, чуть-чуть повыше Киева. Четыре там, по-моему, километра кубической воды. Я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Показать, что вы отбитое, или что украинцы взорвали ночью дамбу на территории, которую временно не контролируют, чтобы задержать свое же контрнаступление и фактически пустить под воду юг страны? Да, конечно же, Запад схавает, что все вообще неоднозначно. Ведь там такие же, как и Путин. Интернетом пользоваться никто не умеет. Ну, по крайней мере, в этом уверен Шрек Небензя, который забыл выход из зала заседаний ООН. Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию. Слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева. И наверняка услышим сегодня в этом зале о том, что плотину Каховский ГЭС подорвала Россию. Автор «Боевых комаров», видимо, был укушен прямо в мажечок. Ими же. Но давайте, друзья, отметим. Этот маразм только на экспорт, то есть витрина. А для любителя сидеть на диване и гордиться тем, что мы отмороженные, и можем еще больше другое блюдо. Но главный посыл для Запада у отморозков такой. Украинцы ракетами уничтожили Каховскую дамбу. С помощью ракетной системы залпового огня «Ольха», например. Напомню, вот так вот выглядел, друзья, «Антоновский мост» после нескольких месяцев обстрела российских конвоев «Хаймарсами». Посмотрите, несущие опоры повредить было невозможно. Мост весь дырявый, да, асфальтовое покрытие. Даже при прямом попадании. А напомню, такие объекты как ГЭС строились с учетом попадания, прямого попадания ядерной бомбы. Мозги включаем? Но так называемые военкоры, то есть люди, которые в мирное время просто живут без работы, даже утверждают, что обстрелять Каховскую ГЭС приказали инструкторы НАТО. Но есть еще более бредовые версии. Дамба взяла и разрушилась. Сама. Повторяю, все это, как правило, на экспорт. Другое дело внутренняя аудитория. Тут тихо говорят правду. И, знаете, царствует такой ехидненький, подленький смешок. Все все понимают. Да, мы отморозки, и мы этим гордимся. Подорвать эту плотину, извиняюсь, это не так просто. Никаким снарядом, там нужно большое количество взрывчатки. Но тут россияне заигрались настолько, что вышли сами на себя. Это был какой-то подводный беспилотник? Нет, это не беспилотник. Это делается по периметру. Тот участок, который первым обрушился, по периметру участок, там, где крепятся вот эти шлюзовые камеры, вот эти шлюзы и так далее, к бетону, там располагается вот эта взрывчатка и подрывается последовательно таким, что получается трещина, то есть прочность нарушается. А дальше вода. Это водолазы или это какой-то беспилотник может сделать? Да, вот под нашим контролем. Я думаю, что здесь без участия людей не произошло. Подождите, вот важный момент, Алексей Сергеевич. Да, вот под нашим контролем. Но вы не думайте, что кто-то хоть как-то смутился упырям из пропагандистских эфиров. Все нравится. Вот увидите, через месяц они медали наклепают за затопление Херсона. И вручать их будет лично Путин. Вот с таким вот выражением лица. Гореть Путину в аду! Тварь такая! Сволочь! Скотина! Так что они устроили, они взяли, взорвали Каховскую ГЭС, чтоб нас тут просто утопить. Не смогли нас добить, так решили просто утопить. Друзья, мы рассматриваем этот бред сумасшедшего, потому что действительно об этом пишут в интернете. Ведь пропагандисты могут сколько угодно врать о коварных украинцах, которые устроили экоцит на своей собственной территории. Давайте послушаем местных. Вот тетя Женя взял зонтик. Петру на лодке с Аленой меня сюда привезли. Туда я плавал на своем плоту. Белка и Мартын там. А здесь вот такая картинка. Рятували собаку. Продолжу им працювати. Сказать, что подобные видео вызывают на федеральных каналах хоть какое-то сочувствие и эмпатию, не. Там традиционная шизофрения. Победобесия, приправленная вот таким прямым лицемерием. Все, что нравится им. Правильно понимаю, сейчас удар должен быть по Запорожской ГЭС? Ну что вы. Я тоже считаю, что это неправильно. Это наша инфраструктура. Мы гражданскую инфраструктуру не атакуем. А иногда просто вот открытая убогая радость. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество вооруженным силам России. И? Кого цитируете? Я? Да. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. А некоторые вообще честно вспоминают. Тактика выжженной земли – это любимое занятие России всех времен. Теперь, что касается истории Каховской ГЭС. Во-первых, здесь прозвучало слово «преступление». Знаете, ведь это не уникальная история. И во время Великой Отечественной войны у нас подрывали плотину Истринского водохранилища. Куйбышевскими она тогда называлась. Это что, было преступление? Нет. Никаким преступлением это не было. Это было выгодно Советской Красной Армии. Все правильно. Так уже было много раз. Вот примерно вот так вот взорвали Днепрогерс, я напомню, в 41-м. Мы этого котика спасли с того дома, который утонул по окна. Привезли его на лодке спасатели. Я даже не знаю, с какого подъезда. Но красивый тут бегает. Видимо, домашний, потому что не боится людей, подходит. Давай, давай, пацаны, валим отсюда. Давай, держитесь. Да ты что? Да ты что? Так, давай, давай. Посмотрите, в моих сумках или полотенце, или какая-то краска. Сейчас, давай. Тактика за сотни лет не поменялась абсолютно. И риторика тоже. Они всегда просты, как двери. Вот украв, громко кричи, а ну держи вора. Ты подвел итог этой же зрения. Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию. Слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева. И наверняка услышим сегодня в этом зале о том, что плотину Каховский ГЭС подорвала Россию. Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв Северного потока. От таких, в кавычках, выводов веет шизофрения, может быть даже мелатинка. Кстати, для победы над мирным Херсоном и окрестными селами Путин не пожалел даже собственных солдат, оставшихся на первых линиях. Их вместе с минами и оружием просто смыло в Днепр, дальше в море. Бабу еще нарожают. Шелест. Шелест. То, что на людей в Российской Федерации наплевать, это тоже не новость. Ведь людоедское российское государство во все времена перемалывало и своих, и чужих. И российская аудитория, которая сейчас радуется возле телевизоров, пересматривая видео из затопленного Херсона, обязана это помнить. Ребята, за вами тоже придут те же самые плотины. И их подорвет тоже Путин. Но будет уже поздно для вас. Патастрофа, конечно, конкретная. Люди! Люди! Где собаки, есть у тебя? Ебать! Летит. Не, не готовь. Давай, давай, братан, греби, там люди.